Вам успел Шкредов рассказать, что такое сумма Екавсталя. Более того, при помощи суммы Екавсталя он даже доказал нам такое тождество. s в квадрате, вот единица, плюс s в квадрате от g, где g это не вычет по 0 по p, то есть g по p это минус единица. Вот, равняется 4p. Если p сравнимо с единицей по модулю 4. Вот, то есть рассказал, как доказывается теорема Ферма-Эйлера, если использовать суммы Екавсталя. Так вот, ребята, во-первых, для того, чтобы было интереснее, я просто расскажу, чему равна сумма Екавсталя. Потому что одно дело, какая-то там сумма, я могу напомнить, что он там выписывал. Это было x умножить на x квадрат плюс k по p. Складывались вот все такие символы по всем x от единицы до p. k фиксированное число, это называлось S-кат. Он доказал, что фактически есть S нулевое, которое я равно нулю, есть S первое и есть S, когда не вычет. То есть для любого квадратичного вычета у вас будет вот так вот, как квадратичный, пишут, да? Вот, если k не делится на 0. И вот когда не вычет, то это будет другая величина, тоже одинаковая для всех не вычет. Это все на прошлой лекции было. Только интересно, а на самом деле, чему равняется S первое? Оказывается, можно взять явную форму. Более того, оказывается, можно совсем на другом языке тоже доказать теорему Ферма-Рейвера о предоставимости простого числа, которое дает 1,4, с умножку квадратов, при помощи так называемых сумм ябл. Я начну с напоминания малой теоремы Ферма. Опять, доказать не буду, потому что была лекция, это самая первая, на которой я это доказал. Главная теорема Ферма гласит следующее. А в степени В сравнимо с А по муле В для любого простого числа В или любого целого числа А. Если вы посмотрите внимательно, то у нее есть другой вид. Если вы берете сумму любых двух чисел, подводить в степени В, то это будет А в степени В плюс число сочетание из В по единице, А в В минус первой В плюс число сочетания из В по два А в В минус вторую В в квадрате плюс и так далее и так далее плюс В в В. Так вот смотрите, когда вы берете число сочетания из В по К, где К, любое число, больше или равное единице и не происходящее по единице, то это же есть что такое? Это есть В факториал, деленное на К факториал и на В минус К факториал. Эти числа меньше В, поэтому не делятся на В. А В факториал делится. Получается, что все слагаемые внутренние в этой сумме делятся, а значит, это то же самое, что А в степени В плюс В в степени В по монулю В. Вот, это я напомнил в малую теорию информации. Теперь переходим к тому, что рассказывал Ярдин Шлетов о суммах и их обстоятельствах. Господа, давайте я еще раз перепишу. Сумма С1. Это есть х умножить на х квадрат плюс 1 по П. Символ ДЖАН. Х пробегает все значения от единице до... Господа, у нас же с вами была формула Эльника. Я не буду ее сейчас, ребята, напоминать, потому что иначе телекция никогда не закончится. Что символ ДЖАН А по П сравним с А в степени В минус 1 по лам по монулюка. Это было. То есть, в чем здесь идея? Если А является квадратом, не нулевым, то тогда получается здесь А в кмю. А это В квадрат. Тогда получается здесь В в минус 1. То есть единица, по малой теории Ферман. Ну, а если нет квадрата, мы там объясняли, почему будет на браке не единица. Замечательно. Значит, вот этот символ я могу по модулю П заменить на такую штуку. Посмотрите. Х возбудится в степени В минус 1 пополам. И Х квадрат плюс 1 тоже возбудится в степени В минус 1 пополам. Я воспользовался формулой Вейлера, и вместо символа у меня вот просто такие степени. Отлично. Теперь, смотрите, здесь надо просто возвести в степени по минус 1 пополам. Получится некоторая сумма. Ее не так просто выписать, но понятно, что это такое. Это Х квадрат в степени В минус 1 пополам. Потом пойдет число сочетания из В минус 1 пополам по единице. Х квадрат будет в меньшей степени в степени В минус 3 пополам. И так далее, и так далее, и так далее. И мы берем, господа, сумму. Каждый раз сумму по всем их словам. Отлично. Я могу переписать это следующим образом. Поменять так суммировать. Здесь была каждая сумма. Все время издавляет того же количества слагаемых. И их суммировать. А можно поменять так суммировать. Получится сумма издавляет надо как-нибудь степень обозначить. Ну, например, что n будет для обозначения степени. n меняется от 0 до В минус 1 пополам. Отлично. Дальше пойдет уже сумма по х. х меняется по-прежнему от единицы до В. А здесь будет число сочетаний. из В минус 1 пополам по n умножить на х в степени В минус 1 пополам и умножить на х в степени вот это преобразовали по Эйлеру. Это по формуле Эйлера. Дальше преобразовали по биному Ньютона. И сейчас мы складываем показатели степеней. Замечательно. Замечательно. Значит, из В минус 1 по 2 по n умножить на сумму 1 меньше или равна х меньше или равна p смотрим в какой степени х в степени p минус 1 пополам плюс 2 1 нужно просто подумать о этих суммах. Что это по сути? Это выписаны все остатки от деления на b 1 2 3 4 b минус 1 начиная с нуля будут остатки. Давайте я что-то привычное будет. 2 по минус 1 остатки от нуля до по минус 1 и все эти остатки возвели в какую-то степень. Давайте я вот этот показатель степени обозначу витель. Получились тогда 0 1 в степени d 2 в степени d 3 в степени d 4 в степени d и так далее p минус 1 2 в степени d. Так вот нам интересен остаток отделения такой суммы на число p. п. Господа, это очень неплохо узнать. Есть принципиально два случая. Один случай, когда d делится на p-1 это тогда все легко. По малой теории Ферман все p-1 степени не нулевые штук это единицы. И, значит, в таком случае 0 в степени d плюс 1 в степени d плюс 2 в степени d плюс и так далее плюс p-1 в степени d это просто-напросто минус единица. Второй случай, когда d не делится на p-1 ну тогда существует такое число например первообразно вводить таким свойством ладая что g в п-1 степени не сравнимо и же естественно не дом не сравнимо с единицей по модулю b ну просто потому что почему в д же в степени d не сравнимо для любого не деляющегося на p-1 числа тут такая история p-1 можно в показательной степени сбрасывать потому что по малой теории форма любое ненулевое число в п-1 степени то же самое что единица поэтому можно считать что если d не делится на п-1 то d меньше чем p-1 а в таком случае уравнение x в d сравнимо с единицей имеет не больше чем d решение берет любое нерешение или просто берете первообразный корень и так будет не единица а тогда мы говорим простую штуку если выписываем 0 g 2g 3g и так далее p-2g и p-1g то с точностью до перестановки это будут те же самые останки для любого ненулевого числа это так для любого ненулевого остатка это так и значит когда вы возводите в д верхнюю степень все это складывается все это складывается и очевидно за скобку выносится g в степени d вот у нас получается что сумма после перестановки это та же самая сумма дает такой же остаток при делении на p что g в степени d умножить на эту самую сумму замечательно значит если d не делится на p-1 то рассматриваемая нами сумма это просто напросто 0 по модуле p волос перешает задачу а при лечении s1 господа получается что в большинстве случаев здесь у нас просто вот здесь у нас смотрите d пробегает разные значения но единственная ситуация когда может получиться не 0 получается минус единица это когда d равняется b минус единица потому что у нас n не бывает больше чем p-1 поэтому слишком большим не может быть а вот в точности p-1 может быть это происходит в случае когда n равняется p-1 4 то существует и в таком случае мы получили совершенно замечательный ответ это минус число сочетаний п-1 пополам по p-1 разделение до 4 по 0 я вовсе не считаю что это что-то такое чрезвычайно важное но мне кажется что когда учите первый раз материал крайне важно привыкать и одно и то же что называется изучать с разных позиций не считаю п-1 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 п-1